ребята всем добрый день для нас он не очень добрый те кто были с нами на эфире те поймут почему а это жесть выпили бупрофен голова чуть-чуть уже прошла слова я уже спасать ну что значит крепкие напитки не пить вообще не пить нас сейчас будет масочку себе делать не оставалось в холодильнике гарнир фирма на на особого случая боже стоит пахнет чуть-чуть гранатом давай извините сейчас пойдем пить чай с шоколадкой потому что больше ничего нет я реально только сейчас прозрела когда пошла зашла открыла холодильник и поняла что потрачено на продукты грубо говоря 30 аэро из продуктов осталось что пол огурца капуста 4 помидора маслина и кукуруза а яйца ну и оливковое масло 750 миллилитров я в шоке ребят я хочу есть все капец но нож после таких посиделок по-любому захочется покушать что-то такое а еще все советуют кстати после таких посиделок пить либо кока-колу либо кушать жирную пищу не знаю напишите это правда или нет я вот просто ну у меня после такого если я пью колу мне наоборот плохо кола она мне какая-то сладкая и мне прям ваш вкус этот ее какой-то отвратительный становится я не так ну и может специальная газированная вода но насчет колы я не уверена жирную пищу напишите пожалуйста мне было легче что покажу вообще ребята я когда на эфире я вообще не в состоянии было кстати петра вообще молодец кто не знает вообще на своем плане кто не знает петер посреди ночи часов три в три с половиной даже он даричей снастей до вышел снастей в эфир и они очень долгое время общались его уговорили кевин и века давайте в эфир данного и потом пропала но и там выходить нужно было уже если не ошибаюсь шесть или пять искал галина поезд на 5 до 4 она пропала ну в общем довольно таки немало было людей у нас мы были в шоке что даже под утро все равно было 14-16 человек то есть люди не спали изначально было по 60 человек 50 как-то так потом у нас что-то с этим с телефоном случилось она ничего не слышала наклацала удалила мое наше последнее видео удалилась салатом не знаю каким чудом потом я его сегодня заново загружала с ней утром по моему я уже сама ничего не помню короче все плохо помнится же говорю минералку пьем она на я решила кофе а не чаёчек сделать будешь лимонами не будет допьем чай и расскажем вообще как закончился закончилась это наша ночь давай нас трешите отвлекать давайте включится всем ребята вам расскажу как же закончилась эта посиделка ночная у настей что-то произошло с эфиром она наклацала поудаляла видео повторюсь еще раз на 100 мы сидели еще общались с алой я общаюсь общаюсь насть в телефоне почему-то ну короче общалась общалась и понимаю что я засыпаю вообще засыпающий перед этим с настей повздорили по поводу этого видео и эфиром на это ушло время я уже была вообще без настроения состояние ужасно это было около 6 утра 530 до 540 ну каком-то таком временном диапазоне вот я общаюсь с алой и понимаю что я засыпаю просто просто беру и засыпаю я молча встала ушла в комнату и легла спать не то что я думала я щас полежу полежу минут пять и вернусь но я просто легла и я не помню как я даже уснула я вообще не помню этого я просто уснула меня вырубила я в такой основной первый раз я так взяла просто-напросто отключилась а ты она сейчас осталась салой и она говорит ладно я уже буду туда уходить она сказала что я хитренькая она спала уже в то время она говорит хитренькая а ты даже спускалась ну блин она не понимала я по лапшопе да и идти я первый раз это слышу и она пошла и я пришла и вырубилась вот мы проснулись короче редактор сезон за я думала что еще посплю но не смогла я просыпалась в 10 часов потом я переоделась потому что я уснула в одежде еще проснулась от того что невероятно жарко просто париловка очень жарко я не знаю окна открываем и мне кажется из-за того что мы открываем окна мы делаем еще хуже потому что на улице жарко и заходит только теплый ветер и то есть никакого проветривания нет даже многие говорят что типа если у вас по моему не солнечная сторона то лучше держать окна закрытыми так типа будет наоборот мне жарко в квартире ну не знаю либо в комнате ну что надо делать открывать или закрывать но наши с открыты окна вентилятор надо покупать то еще потому что ну у тебя шоколад на маске дальше будет хуже ну жарче и такое не знаю суббота я конечно вчера немного было шоке от всего услышанного шоу насчет буллинга я имею ввиду детей для меня это конечно все ужасно очень жалко они у ее малую потому что она действительно знаете такая вот именно вот подросток настолько добрый человечный это постеленная в общем девочка но правда хорошая но скажи отличие от мамы идут и есть нас почему-то и очень как-то знаете печально знать что этот 6 не такое происходит что не хочет идти в школу издеваются плюют пенал раз подходит мальчик пенал открывает все рассыпает и она вот это чуть ли не на коленках собирают при всех а дети просто понимают ноги типа давай собирай и она говорит что это не только с ее они такая ситуация вообще с детьми и у нее подружки дочка тоже в другую школу ходит тоже самое она вообще собирается поменять землю и переехать в другое место моему надеюсь на то что там будет по-другому но навряд ли там будет по-другому потому что скорее всего это везде и мы тоже писали что буллинг он есть везде к сожалению не знаю у нас это вечный стереотип что в германии короче непредвиденные обстоятельства будем сниматься здесь говорю что у нас был стереотип что в германии нет буллинга да не знаю во многом у нас были какие-то свои смотришь и проценты для стипы где мы это все брали я не знаю ну да настраивались что здесь все не так здесь по-другому на самом деле здесь все одинаково скажем так вчера это мой чай да начать тебе то он в комнате не надо что жду пример а вот этой девочки которая ходит в одну школу и другая девочка да да я сказала она а в другую еще похлеще буллинг буллинг там плют обзывают издеваются ну а вчера рассказывала вот ну не все были в эфире настя короче алая дочь я рассказала рассказала запинал как рассыпали да нет тот кто был на эфире слышал а тот кто не не был кого не было на эфире вот тебя посмотрят видео ну короче это все нас конечно расстроила в таком поколении все что происходит плюс еще дети что типа вот такое понятно что везде будут писать что у вас там не было логично в каждом каждой стране свои принципы правила ну извините но когда он реально приезжают это же люди ты 21 21 век на на 2 и для на двух глазах лет не 5 6 лет и такой издеваться и страшно страшно никогда бы не подумала что такое можно может быть и минутки издевательства именно здесь почему-то у меня но тем не менее она настроена оставляйте ее дочку аню по какой-то программе учиться дальше вот юген что-то там она сказала что даже если она уедет в украину то она все равно может поставить аню для дальнейшего обучения то есть университет и так далее у нее уже сейчас девятый класс идет ну увидим как она все будет аллача приехала спонтанно тех кто был на эфире знают что мы просто ввели эфир сидели она позвонила и как-то резко договорились она приехала вот что еще будем рассказывать или на этом пока на этом видео уже будем в следующих видео еще расскажем много интересного сейчас просто пока нужно привести себя в порядок собраться с мыслями спать уже не надо ночью надо спать уже будем собираться то и выходить да и выходить ну и еще раз да спасибо петру который был провел с настей трансляцию нас была рада до я извиняюсь перед петером кстати перед зрителями что я не всегда читала чат я думаю вы понимаете почему я не могла это делать потому что уделяла время она хотела поговорить я не могла ну быть у телефона вот но мы очень рады что петер вышел на связь приятно было послушать пообщаться надеюсь это они последний наш такой вот совместный эфир может быть даже в живую встретимся все зависит от обстоятельств и вам ребятки всем спасибо кто был на эфире я не понимаю конечно почему большая часть зрителей молчала так происходит всегда я уже не удивляюсь просто интересно варум все ребятки хороших вам выходных отдыхайте высыпайтесь гуляйте погода шикарная лучше гулять будем с вами на связи совсем пока пишите комментарии и лайки